Это фонд славянской песни и культуры, который с 1992 года здесь располагается по указу президента. Это здание нам было передано благодаря усилиям Вячеслава Михайловича Клыкова, народного художника России, известного скульптора. Это презентация фильма Радислава Потеева «Геноцид». То есть он, как я вижу, он на небольшом участке Московской области показал, какими средствами действительно происходит геноцид русского народа. В процессе работы над фильмом мы выяснили тот печальный факт, что уничтожается просто жизнь вокруг Москвы. Путем захламления экологического поля жизнедеятельности человека. И это делается сознательно, это делается ради выгоды, ради барышей. То есть иначе как геноцид я другого слова для названия фильма не нашел. Со всех сторон его окружают свалки. Вот легендарная Люберецкая свалка. Возвышается, как карающаяся в советских временах. В сторону блистежащих поселков с подведенной стороны постоят третий мусор и пакет. Это, наверное, самая большая свалка в мире. Посредственно администрации городов Подмосковья, которая во многом пришла к власти в результате договоренностей с криминальными авторитетами тех или иных областей, об этом все прекрасно знают, что у нас все попилено в 90-е нулевые, а дальше в общем-то все идет по накатанной. Вот, собственно, как бы и вся политика. Вот отсутствие водопровода. Деревня, почти вся деревня, работает или на колодцах, или на скважинах. Поэтому, когда мы видим вот это уничтожение водяного слоя, причем 2-3 водяных слоя уничтожаются с помощью карьеров, которые засыпаются свалками, это просто уничтожение самого вообще человека. Поинтересоваться у героев фильма, но один из них, он сегодня, к сожалению, не приедет, потому что очень болен, его три раза испевали, он лежал в реанимации. Удальцов Георгий, вот он, так сказать, много сделал для помощи своим, так сказать, горожанам и тем, кто к ним обращался. Обращались там люди, которых сожгли дома с родственниками, потому что надо было застраивать улицу, они не съезжали. Были и такие эпизоды. Никаких расследований по пожару властями не проводятся. Более того, сами факты пожаров скрываются. Единственный способ, где нам уже самим жителям удалось подтвердить факты пожара, это когда мы сами добились сюда, выездной комиссии из Департамента по надзорной деятельности МЧС 16 декабря 2009 года, когда все жители, пришедшие на вот эту комиссию, подтвердили факт сгорания сараев и жилые домов. Мы сняли интервью с родственниками, с потерпевших. Они рассказывали, какие им пришлось преодолевать припоры. Они рассказывали, как сами, сами они собирали на пожарящие останки своих близких, складывали их в целлофарный мешок и сами их возили на генетические инспектизи. А региональным властям, если вы уже считаете, что вы достаточно набрали свои карманы, можете покинуть Россию буквально вот немедленно. Освободите места нормальным людям, русским патриотам в конце концов, людям, которые действительно сердце горит за Россию, которые хотят идти дальше вперед. Освободите, покиньте уже нас, пожалуйста, дайте нам развиваться, жить. Чем шире информация о проблеме расходится, тем тяжелее вот этим упырям меня и моих соратников наказать. То есть вы тоже это понимаете. Потому что когда мы все это скрываем, пытаемся договориться и где-то что-то так в тихую делать, это не приводит к никаким результатам. Убили Максима Белышева, убили Салтыковскую администрацию главы, убили директора завода. Я могу этих убийств, это самые яркие такие избиения, это вообще как здрасте у нас там происходит, поэтому вы все видели. Это мы делали под руководством Радислава Фатеева, который является бизнесменом. Естественно, его инициатива вообще была этого фильма, поскольку сожгли его центр, культурный центр, который находился в городе Железнодорожном, 2000 квадратных метров, который занимался пропагандой всего доброго светлого. Там были спортивные секции, 2000 квадратных метров, можете себе представить. Побольше, наверное, этого здания. Ну, конечно, вот сейчас на данный момент в нашей стране все-таки решает основная воля, это воля президента. Поэтому, если, конечно, Владимир Владимирович именно даст ту возможность расширить самоорганизации на земле и даст возможность людям организоваться и давать именно правильные рекомендации властям, муниципальным, региональным и в том числе и президентской власти, то, я думаю, это будет приведет только к улучшению ситуации в государстве, а не к ухудшению. Ну и, конечно, те люди, которые напрямую задействованы в уничтожении людей, в том числе и в убийствах людей, предпринимателей и других, там и многодетные семьи пострадали, вы это увидите в фильме. Они должны ответить, они должны ответить вплоть до уголовного наказания. И, к сожалению, без воли президента у нас сейчас этот вопрос переломить невозможно. Очень сильный фильм. Правда, какая она есть. Дело в том, что многие люди правду воспринимают тяжело, и не каждый может ее, в общем-то, воспринимать. Данный фильм показывает все без изъян, без оговоров, без каких-то фантазий. Фантазий.